Всех вас попариваю. Вы что, обалдели? Я вам всем покажу, что такое омбанин. И это, обращаюсь, короче, к хейтерам, которые, ну, к шоу пишут там. Все, короче, пацаны, давайте побольше отрицательных узлов. Я, блядь, заебался в хорошем быть. Давай. Все, всем привет. Я вам обещал тоже снимать лайф очередной, вот очередной. Антон Сергеев, вот Антон, школа, соответственно, танцев Антона Сергеева. Вот, это Антон, приехал из Питера, прошлую ночь не спал. Серега сказал, что можно организовать встречи, я так понимаю, ты даже, ну, с утра куда-то уже уехал, взял потом билет. Я с утра выехал в офис, вот, потом звонок, не заходя домой, самолет, пару собеседований провел самолет и здесь. Ну, расскажи, сколько центров у тебя сейчас в Питере и че за услуга, собственно? Ну, услуга, соответственно, это бальмитансы для детей от трех лет, вот. Сейчас работаем, по-моему, 13 брестсов, с января 15 или 16, вот. Услуга, собственно, танца для детей трех, четырех, пяти, шести лет. Мало кто этим занимается сейчас. Вот. Ну и я не понимаю, за сколько ты времени поднял, грубо говоря, там, до церкви школы? В мае я танцевал еще собственные соревнования, соответственно, школы не было, но, можно сказать, в июне. Да, вообще-то танцор профессиональный. Да, я вообще лично танцор. Чемпион Европы что-то там. Ну, в общем, танцор. Ну, ты мне сказали, как награда-то называть? Полуфинал Блэкпула, финалист чемпионата Европы. Круто, вот, вот центры. Вот, соответственно, можете писать. Если у вас есть ребенок, короче, в Питере, который хочет отзаниматься, я так понимаю, даже не один, можно два урока сделать бесплатно? Да, можно два. Вот, под видео будет контакт, соответственно, Антона, будет два урока бесплатных для вашего ребенка. Если кто-то хочет открыть подобную схему, я так понимаю, инвестиции, вот сколько, грубо говоря, если у тебя появляется чувак из Тюмени, да, который говорит, я хочу, Антон, с тобой работать в партнерстве, там, франшиза, не франшиза, неважно, просто. Сколько вообще им потребуется примерной инвестиции? Ну, не больше 100 тысяч, в любом случае. Скажешь, как что делать и помогаешь с Эльгеном в том числе. Ну, соответственно, вот, злополучный вопрос ВКонтакте, у меня есть 100 тысяч, что мне делать, вот, вам ответ. Помимо кофе-лайка я тебе буду рекомендовать. Вот, ну и скажи что-нибудь, раз ты, так понимаю, ты путь прошел в БМе, да, какой-то? Сейчас лайки учишься? Нет, сейчас пока не учусь, да, занимался коучинг в БМе, вот, спасибо БМу, спасибо ребятам, с которыми там, Стас, Илья, привет. Вот, и, ну, вот сейчас, да, собираюсь пойти на лайк, купила бы дня обучения. Этот, скажи, вот, тот рост, который ты там, условно, от какой-то фиксированной суммы до той, которую ты назвал нечистой, но я не буду называть. Как ты считаешь, что являлось тем краеугольным камнем, после которого все получилось, в чем основная, как бы, фишка была? Ну, основная, это Стас, Илья, с которыми я встречаюсь каждую неделю ставить цели, на самом деле, вот, у меня такая ситуация. То есть есть ребята, с которыми я познакомился на БМе, с которыми мы встречаемся каждую неделю, ставим цели, выполняем, если не выполняем, то выполняем цены слова. Круто, офигенно. То есть не только обучение, именно такая связка. Ну вот, по телефону записывайтесь, поэтому в Питере, говорите, что от Руслана два занятия, ничего не знаем. Вот, и по, соответственно, скажи свой телефон, Антон, по поводу, если что, партнерства. Ну, мобилку диктую, 8-911-778-99-96. К нам приехали ребята из омбани. Настя проходит процедуру омбани, а я кипячу воду. Что будет в бане, мне страшно представить вообще. Короче, приехал я из Белгорода с Иваном, за другого человека, сам своим пешком оплатил разбор, правильно я понимаю? Да. А познакомиться с ним это просто такси, да, Иван? Ну, такое, пообщались довольно плотно, на самом деле. Вот, у Сереги завтра второй крупный контракт на много тысяч рублей, поэтому он не останется. Мы вот Сереге дарим бетул кавказского вина от Ивана Халилова. На дорожку. Все, спасибо. Иван Халилов, этот... Это, Иван, пиши, мне воск нужен, короче, ну, тонну где-то это. Тонну? Ну, дай тоннуто воск. А оно, наверное, никуда не продает? А? Он, наверное, выкидывает, да? Да нет, чувак, он вообще на меня. Иван, ну, дай, что, это, тоннуто. Вот. И я-то обращаюсь, короче, к хейтерам, которые, ну, к шоу вы пишут, там, ну, к хейтерам. Вот к ним вот так надо обращаться. Вот так обращаюсь. Я вот так обращаюсь. Ребят, я вас бесконечно люблю, которые, ну, блин, отрицательные отзывы пишут, там, пидорасы, еще что-то. Ну, вообще уважаю. Потому что вот в этот период, когда вы пишете, там, ну, там, этот, маузер, алкар, гандон, беззубы, там, у меня с катастрофической... И начинают вырастать зубы. Нет, это, где тебе начинают продажи, то есть, расти, я, ну, как бы, я сам не понимаю, я раньше опасался этих, ну, хейтеров, а сейчас, ну, как бы, это, идите все ко мне с канала, вот, это, Руслана, все, ко мне идите на канал, и все мне пишите, ну... И с моего давать им это. Да, да, ко мне, ко мне, пишите, все. Слушай, Серег, у нас сегодня, ну, в процессе мозгового штурма родился один вопрос. Да. Ты так ВКонтакте постишь свои баннеры, как будто директор из ВКонтакте делает. Что? Да? Там, каждые 20 минут один баннер. Не, не, подожди, Серег, у меня тут вопрос. А у тебя какое расписание? Я, как понимаю, в 11, в 3, еще во сколько? Да у меня этот, Игорь Иваныч сидит, ну, прессионер. Все, короче, пацаны, давайте побольше отрицать канхозов, я в блядь заебался в хорошем бытии, это. Давай, все, пока. Пойдемте, Серег. Я всех вас попариваю, что, обалдели, я вам всем покажу, что такое он баннер, чтобы вы, как бы, поняли. Я понял, давай. Вот, поэтому все, как бы, огонь, водичка у нас готова, венечки просто чувствуют себя лучше всех. Сейчас вы первый раз зашли только в баню, вот, пошел первый пот, значит, смотрите, штука такая. По-хорошему, первый заход в баню всегда сухой, то есть ты захочешь на сухую, вот, захочешь на сухую, ждешь первый пот. Вот, первый пот появился, ты его снял, чем у тебя есть, то есть, простынка, что-то, полотежка, снял его. Вот, ждешь второй пот, второй пот появился, опять снял его, третий появился, все, можешь идти, первый раз тебя закончу, тепленькой водичкой, душик, как бы, все хорошо. И, соответственно, чуть-чуть охладился, чтобы не пережариваться, и, а второй раз, сразу, то есть, первый раз вообще подливать смысла нет, просто, можно только на стену напрыскивать, чуть-чуть для влажности. Вот, ты уже, вот, смотри, вот, у него хорошо все. Вот, у него, видишь, он уже, смотри, смотри, на него, его жена поцарапалась, вот, вот, отлично, а на тебя, смотри, он тоже что-то появляет, а у тебя пока еще, пока еще слабо, у тебя тоже, смотри, как у них пошло, уже, у меня, ну, я-то, понятнее, это, у жилистых, худых людей, хорошее, до этого худых, просто. Нет, 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 ты заметил, он спортом занимается, поэтому у него такой обмен, а если бы он просто был худым, ему бы было тяжело сейчас. Да. Ну, и давление, соответственно. Ну, мы, да, первый этап, вообще, чуть пропустим, да, сразу? Ну, первый этап, прям, пропустим. У нас, во-первых, 2 часа ночи для начала, так, если сейчас. 2 часа ночи только уже, уже. Только, только уже, да, только уже 2 часа ночи. Жаня, я предлагаю, на самом деле, все нормально, этап пройти, прогреться. Да, да, конечно, здесь. Ну, все, что, мы тогда выходим сейчас? Не, мы греемся сейчас с ним 7 месяцев. Ну, мы пока греемся, короче, как движуха начнется, я включу. Ты Глеб или Хлеб? Да я и Глеб, и Хлеб. Под названием, под названием Омбани, здесь Антон из Питера. Серега, душа, душа, тюрба, кто там, все, все, все. Вот, а мы тут разбираемся с парной, собственно говоря. Короче, первое, что выясним, что веник вообще не должен быть, как сопли, мокрый, и он должен быть сухой, правильно я тебя понимаю? Ледяной водитель. Веник должен на некоторое время, буквально 5 минут, положить его в воду, вот так примять, разочек вынуть, и спокойненько вот так встряхнув, использовать, все. Он готов, чтобы не предназначались в сопли, то есть, смотрите, видите, разница, да, сходу, не с разницей между двумя вениками. Вот этот веник правильно замочен, видишь, да, а вот этот, да, он чуть-чуть такой, а вот этот, смотри, видишь, он уже немножко посоплел, посоплел, вот, этот чуть-чуть просто в горячей воде больше побыл. Значит, соответственно, русская баня, это что такое, то есть, сауна, это сухо и пипец как горячо, плохо трахеям, плохо легким, кожи не очень хорошо, то есть, русская баня в этом смысле выигрывает. Почему? Потому что русская баня, это очень влажная, 90% влажность и 60 градусов тепла. Всего? Да, то есть, это, ну, как бы, это лучший, лучший эффект, который можно добиться. Значит, веник, соответственно, веник мы держим, как ракетку для пинг-понга, для того, чтобы вот эти места себе не стирать. Я просто так все держал, я вот так держал. Вот, веник сюда держишь вот так вот прям, давай, ложись. Давай, давай, ложись, прям, тебе. Закрываем? Нет, пока нет, мы сейчас сначала еще лучше подготовимся, то есть, что такое? Вот, соответственно, мы человеком не лупим веником. Мы, Серега, лупим. Вот. А суть, смотри, суть заключается в том... Мы от души делали. Что ты, ну, смотри, от души, когда правильно вообще... Значит, сначала нагоняешь над человеком, то есть ты ливанул, да? Вот, даже, что дверь отлично, что дверь открыта, замечательно. О, баннеры продвинутые. На стеночке для влажности, соответственно, оп, и данные. И начинаем отсюда, опа, пар, пар на него. Пар пошел. Да, почувствовалось. Дверь открытая, то есть, закрывать дверь опасно. Вот, значит, смотри. И мы начинаем, держа веники вот так, аккуратненько вот так вот, опа, над ним. Мы над ним нагнетаем воздух. Ноги-не-ноги, дедрами. Вот, раз, нагнетаем, над ним воздух. Ну, соответственно, стоять надо, естественно, вот так вот. Вот, веники вот в таком у тебя положении, ты как бы паришь с человеком. Вот, начинаем, естественно, с ног. Вот, это все так нам решает. Все, закрываем? Вот так вот не делаем никакого. Вот так, человека не парь, не, не закрываем еще, погодием. Вот, соответственно, приседаем, оп, и пошли. Сначала нагнетаем над ним воздух, ну, то есть, не бьем его. Воздух нагнетаем, кожа прогревается, поры открываются, начинают шлакиваться. Потом, соответственно, мы можем начинать легкие движения, значит, вот такого характера. Зачем? Лист прилипает к коже, значит, создается вакуум, и когда ты его резко отдергиваешь, все шлаки просто высасывают. А потом, естественно, мы в холодную воду, резкие поры закрываются, и все шлаки прямо аж оттуда выдавливаются. Вот, поэтому, как бы, человек его так вот не бьем. Да? Это когда ты хочешь, чтобы человеку ударить, или человек хочет, чтобы его так ударили, это значит, жажда массажа просто. Жажда массажа. Да, то есть, если человек хочет массажа, мы делаем достаточно простую штуку. Ага. О-о-о-о. Все, все, понятно. А то он духу пожалеет. Так, гораздо эффективнее. Вот, соответственно, держим правильно венечки, работаем кончиками. Да. Сначала. Вот, вот. Все, закрываем. Так, сейчас я пойду еще принесу водички, потому что, это, вообще-то, еще сухо до сих пор. Вы можете садиться на вторую полочку, потихонечку жариться. Слушай, а с чашами мы когда будем? Подпариваться. Сейчас уберите. Сейчас будем. Да, конечно, только нужно подготовить. Веришь, я сейчас вот женщину ваших сделал, они уже, они уже в самадхе. Давай, давай. Помним. Сейчас, короче, мы тебя ждем, да? Да, 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 заскакиваем, заскакиваем на вторую полочку. Так, ребята. Ну, пока мы очень, чтобы аккумулятора хотела. Как тебе, Серега? Мы все не так делали, получается. Ты знаешь, у меня нет такого, что так делали, не так делали. Просто от души не я. Просто от души не я. И когда мы хотели, нам так было. Аху. И она. Аху. Аху. Аху.